Добрый день, возлюбленные Господи, братья и сестры! 28 марта Православная Церковь совершает Родительскую Субботу, это особый день, потому что Великим Постом Святая Церковь устанавливает Родительские Субботы, где православные верующие люди могут прийти в храм, сугубо помолиться за своих усопших, прежде почивших православных христиан, за своих отцов, братья и сестер. Вот эти дни, они считаются особой такой сугубой духовной молитвой заупокойной, где мы просим у милосердного Отца, как чадолюбивого Отца, чтобы Господь простил все согрешения, вольные и невольные, и всем нашим усопшим даровал, прежде всего, Царство Небесное, которому каждый из нас по мере своих духовных и физических сил стремится. Потому что молитва — это та духовная ниточка, которая соединяет этот мир с миром духовным. И, наверное, ничто другое нас так не объединяет, так не соединяет, как вот эта молитва сердечная, которая исходит не только от наших уст, а прежде всего исходит из нашего сердца. И Господь, слыша наши заупокойные соборные молитвы, я думаю, исполнит желание каждого христианского сердца и дарует им Царство Небесное. Вот. В эти дни, как я уже говорил, нужно приходить и молиться о них. И самое главное — также не забывать творить милостыню за душу усопших наших родственников. Потому что молитва, она должна соединяться с добрыми делами. Потому что мы все с вами, христианы, прижданы к милосердию, к добру. И поэтому, если человека рядом с нами нет, но в любом случае человеческая душа, она бессмертна, и она всегда ждет от нас ответа. И вот как раз этот ответ заключается в нашей доброй христианской молитве и в наших добрых делах. И дай Бог Царство Небесное всем нашим усопшим, прежде почившим православным христианам, а вам всем, возлюбленный Господи, братья и сестры, мира, любви, помощи Божией, этим великим постом, чтобы мы духовно крепли, чтобы наши души никогда не унывали, всегда надеялись на милость Божию, чтобы нам всем с вами встретить светлое Христово воскресение, и чтобы воскресший Христос воскресил наши души от греховного сна. Помощи Божией и благословения Божией пускай пребывает со всеми нами. Аминь. Храни вас всех, Господь. Четвертая седмица Великого Поста посвящена преподобному Ивану Лествичнику. Это великий святой, великий угодник Божий, который провел много лет в монастыре на Синайском полуострове. И он известен нам тем, что он написал книгу под названием «Лествица». Это некий духовный путь от восхождения человека от земли к небу. И действительно, каждый христианин должен идти к Богу, возноситься к Богу. И он нам открывает эту духовную лестницу, по которому христианин должен идти к Богу. Это духовное руководство, духовное наставление для всех нас. Как мы должны идти к Богу путем покаяния, путем духовных трудов, борьбы со своими грехами, со своими страстями. Поэтому каждый человек должен победить себе свои недостатки греховные, которые, к сожалению, нас утоляют от Бога. И вот эта духовная лестница, которую предлагает нам Иван Лествичник, пускай послужит нам духовным руководством в нашем духовном делании. Храни вас всех Господь, духовных всех нам трудов, духовных подвигов и духовного совершенства. К чему нас призывает преподобный Иван Лествичник. В уютном зале Ульяновского драматического театра имени Ивана Александровича Гончарова увидеть такое количество старшеклассников сразу – дело привычное. Воспитание театром – таково название молодежного проекта, который успешно проводится в соработничестве Симбирской епархии и драматического театра вот уже пятый год. Отношение к театру иногда бывает подозрительное, и иногда заслуженно бывает подозрительное. Ульяновский драматический театр всегда славился своими высокими профессиональными качествами и выбором произведений, и как ставят эти произведения. Поэтому мы не боимся сотрудничать с театром, потому что он представляет именно классический русский театр в своих лучших проявлениях. В предыдущие годы были показаны спектакли «Северный ветер», «Оскар» и «Розовая дама», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Капитанская дочка». В этом году вниманию старшеклассников представили спектакль «Горе от ума» по пьесе гениального русского поэта, талантливого драматурга Александра Сергеевича Грибоедова. В героях этого произведения узнавали, узнают и будут узнавать своих современников. Вот эти типы людей, фаузов, молчан, скалозуб, другие, они и сегодня живут среди нас. И через это выдающееся произведение мы с вами учимся определять характеры людей. А это очень важно в жизни. Я не буду много говорить, потому что вам самим предстоит осмыслить это произведение и написать на него эссе. Суть проекта в том, что по итогам просмотра спектакля школьники напишут эссе. После того, как будут определены лучшие работы, в день подведения итогов конкурса старшеклассники встретятся с духовенством и актерами театра, вместе обсудят постановку и свои эссе, тем самым получая объемный взгляд на произведение современной и классической литературы. Театр дает возможность легче воспринять ситуацию в плане сам спектакль, потому что мы сами можем ощущать эмоции этого человека, можем понять, куда он идет, увидеть, как все это происходит. Если произведение было не прочитано, человек видит произведение в первый раз, то, возможно, вдохновляется тем, чтобы прочитать. Как показывает опыт, главную цель проекта – воспитание театром – достигнуть удается. Конкурс эссе – один из самых востребованных старшеклассниками. Главная задача, конечно, научить думать, думать над вечными ценностями, переосмыслять вечные ценности, как можно в современном мире следовать этим ценностям. Вот, наверное, это главная задача нашего проекта совместно с театром. Один показ спектакля не в состоянии охватить всю аудиторию старшеклассников области, поэтому в драматическом театре запланировано еще несколько показов. Эссе от участников будут приниматься до 18 апреля этого года. Наталья Шупрецова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие зрители. Вот сейчас поступил такой вопрос к нам. Можно ли считать эпидемией карой небесной наказанием для всего человечества? Можно ли молиться о том, чтобы Господь оградил от заражения коронавирусом? И как это лучше делать? Есть ли специальные молитвы, ограждающие от подобных напастей? Ну, конечно, есть молитвы, которые мы читаем во времена каких-то бедствий, каких-то эпидемий, и у церкви очень большой опыт. И мы знаем, что молебны, которые служатся об умилостивлении Бога, об остановлении различных эпидемий, они имеют великую силу. И мы знаем, что совершались и крестные ходы во время целых поморий, и они останавливались, эти моровые язвы, и люди обретали покой и мир. То есть, конечно же, средства у церкви есть, это прежде всего молитва к Богу. Но вот здесь вопрос звучит так, считается ли эпидемия вот такой огромной небесной карой? Вы знаете, вот, чтобы ответить на этот вопрос, я бы и другой задал вопрос. А как вы думаете сами, считается ли мирная жизнь, благоденственный мир, Божьим благословением? То есть, когда вы не болеете, когда у вас в полной чаши, когда близкие рядом с вами веселы и платят вам свою любовь. Как вот вы считаете, это Божье благословение или здесь вообще просто спокойная жизнь? Вот наши благочестивые предки говорят, без Бога не до порога. То есть, без Бога ничего не бывает и не получится. Поэтому, если мы с вами живем, то это уже Божье благословение, это уже милость Божия. А вот если в нашей жизни случаются какие-то катаклизмы, случаются какие-то беды, то, безусловно, мы должны сказать, Бог почему-то попустил вот этим явлением коснуться нас. И вот здесь очень вот хорошо и понятно должно быть нам действие Божие. То есть, Бог, Он везде сущий. То есть, без Его ведома ни хорошего, ни плохого не произойдет. Но одни вещи Господь благословляет как радостное для нас действие, а другие вещи Господь попускает для нас как действие печальное. И на то, и на другое санкции Бога, безусловно, есть. Но вот для чего это? Конечно же, для того, чтобы человек одумался. Вы знаете, люди 21 века стали очень независимы. И независимы от всего. И на первое место в современном обществе уже ставится не Бог, а ставится свобода человека. То есть, Его желание, которое человек возводит в ранг вседозволенности. И если это желание ущемляется или чем-то ограничивается, то такой человек начинает бунтовать и вызывать к общественности о том, что его права, его права нарушены, и его желание не может исполниться. Вот в таком случае человек совсем забывает Бога. И современная цивилизация, ее развитие как раз способствует этому. Если раньше человек заболел какой-то инфекцией, и не было антибиотиков, не было никаких вот этих современных медикаментов, не было таких врачей, которые могли бы использовать последние достижения техники, чтобы оперировать и спасать, тогда человек, конечно, только взывал ко Господу, и не было его никакой надежды, только на Бога одного. И смертность была большая, и люди быстро расписывались в своем бессилии. А сейчас очень мало болезней, с которыми не может справиться человечество. Сейчас в любой аптеке такие очень сильные лекарства, которые буквально даже 20-30 лет назад, а если взять лет 50 назад, то это вообще было уму непостижимо, что такие болезни сейчас лечат. То есть человеку уже Бог не нужен. И люди уже забывают о Боге. А ведь это страшно. Человек, который живет без Бога, он, скорее всего, без Бога и умрет. А раз без Бога умрет, значит, без него и останется в вечности. Вот это и есть самая большая беда, в которую впадает человек. Еще древние это понимали. Еще Синека говорил, что нужно обязательно умереть хорошо. А что значит умереть хорошо? Умереть хорошо – это значит умереть без греха. Умирает хорошо только тот, кто живет без греха. А современный мир погряз во грехе. Поэтому, безусловно, можно сказать, что те эпидемии, которые возникают в мире, они Богом попускаются для вразумления человечества. Не так ли поступают родители, любящие родители со своими детьми? Когда ребенок начинает грешить, они его наказывают. И наказывают иногда весьма существенно. Это наказание приносит добрые плоды. Ребенок осознает, что нельзя идти против отца и матери. И исправляется. И опять получает любовь, ласку и заботу, и покровительство своих любящих родителей. Посмотрите на летописи Древней Руси. Когда все идет хорошо, относительно и урожая хорошие, и бурь никаких нету, и засухи никакой нет, и по морю и ясв никаких нет, говорит, лето благоприятно, Бог был милостив к нам. А когда случается какая-то беда, нашествие варваров, какие-то катаклизмы природные, то тогда пишут прежде всего, за грехи наши Господь попустил нам. Наши предки были не глупее нас, но благочестивее это факт. Поэтому для того, чтобы наше общество обратилось к Богу и осознало свою вот эту грешную жизнь, Господь и попускает нам вот такие испытания. Но вот в этом вопросе сугубо спрашивается о коронавирусе. Вы знаете, так много говорится об этом сейчас, и так много говорится нездорового, неполезного, что вот прям вот и время жалко на это тратить. Но все же, если вот сказать по-божьему, по-божьему на эту тему, то надо сказать так. Это действительно, мы видим, что это такое заболевание, которое передается довольно-таки вот легко бытовым путем, но оно не несет себе вот такой смертоносной угрозы, о которой трубят все средства массовой информации. И если послушать действительно людей компетентных в этой области, то есть профессионалов, врачей, то они говорят о том, какая вероятность летальных исходов, какая вероятность летальных исходов в различных возрастных категориях людей. И повода для паники нет. Уже мы из своего личного опыта знаем, что каждый год, каждый год вот в эти осенние-весенние периоды подавляющее большинство граждан заболевает различными простудными заболеваниями, которые несут в себе определенный процент летальных исходов. Грипп очень много дает осложнений. И все это из года в год. Врачи, с которыми вот мы общаемся, которые нас лечат, они говорят, что действительно эти вирусы, они мутируют, что грипп тяжелее становится лечить, придумают новые лекарства, но из этого никто не устраивает паники. Не бросаются все в магазины скупать спички соли и крупы. То есть это просто какое-то безумие, это психоз общества. Но самое вот неприятное в этой истории то, что люди, в чьей власти вот этот психоз остановить, они его подогревают. То есть я, в общем-то, посоветовал бы вам на несколько дней просто выключить и радио, и телевизор, и интернет, и просто жить такой жизнью, которую вы привыкли жить. Заботиться о своих детях, заботиться о чистоте своих дворов. Сейчас весна, надо приводить в порядок территорию. То есть ходить в церковь Божию. Вот сегодня мы пособоровали 74 человека. Эти люди радостно вышли из храма, и Господь дарует им здоровье, причащаться в храме Божий. Вы знаете, в Евангелии есть такие слова. Тот, кто заботится о, вернее, тот, кто в первую очередь заботится о хлебе небесном, никогда не будет иметь нужду в хлебе земном, насущном. Вот это самое главное. Ищите прежде всего Царствие Небесное, а все остальное приложится. Поэтому не надо бояться каких-то вымышленных вот этих угроз, а надо бояться греха. А нормы простой гигиены, то есть мыть руки, соблюдать нормы гигиены, их никто не отменял. Поэтому если все это будет исполнять, молиться, Господь все устроит. Вот я думаю, что закончится вот этот вот осенний вот этот период, зима, наступит весна, и выглянет солнышко, и коронавирус исчезнет. Здравствуйте. К нам на почту пришел необычный и замечательный вопрос. Почему в Библии описываются многочисленные чудеса, например, хождение по воде, превращение вина в воду, исцеление множества больных и даже воскрешение умерших? А сейчас таких чудес нет. С одной стороны, ответ напрашивается сам собой. Описанные в Евангелии чудеса совершал сам Бог, Творец, спустившийся на землю. Он некогда сотворил планеты и звезды, Вселенную и все, что ее наполняет. Он установил законы, которым подчиняются все от мала до велика. А в какой-то момент истории он же, но только уже в человеческом обличье, ступал по некогда созданной им земле и, руководствуясь жалостью и милосердием, радея о человеческом спасении и исправлении, он совершал удивительные чудеса, исцеление, изгнание демонов и все то, о чем мы читаем на священных страницах. Тем самым нарушая некогда заданные им же самим законы, ну а если говорить точнее, не подчиняясь им. При этом в Евангелии мы не раз читаем, как Христос совершал чудеса тайно, скрытно, не афишируя их, или же вовсе отказывая в совершении чуда на заказ, для удостоверения неверующих или для подтверждения своего мессианства. Христос не был фокусником и не хотел привлекать к себе людей, жаждущих лишь чуда. И вообще немаловажно заметить, что чудотворения как таковые не являются главной целью и содержанием земной жизни Христа Спасителя. Главной миссией Иисуса были вовсе не чудотворения, исцеления или изгнания демонов. Бог, и не покидая небо, мог их совершать, как иногда и совершал в человеческой истории. Но миссией Христовой была проповедь нового учения, благовествования Евангелия, как он сам и говорит. «Благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине». Также целью Христова воплощения было указание людям пути к Небесному Отцу. В Евангелии мы читаем, Христос говорит, «Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит ко Отцу, как только через Меня». И, наконец, служение Христово – это дарование примера для подражания всем нам, чтобы мы могли преодолеть многовековую разлуку между людьми и Богом. «Кто мне служит, – говорит Христос, – мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет». Не стану отрицать, многие святые, то есть лучшие из христиан, также прославились чудотворениями, как при жизни, так и после своей кончины. По слову Христову – «Верующий в Меня, дела, которые я творю, и Он сотворит». Однако, как и в служении Христовым, чудеса были не целью, а лишь помощью к достижению Его главнейшей цели, так и у Его учеников и последователей. Дивные и сверхъестественные дела никогда не совершались для развлечения или уверения людей, никогда не были каким-то массовым явлением, но совершались лишь изредка, в чрезвычайных, особенных обстоятельствах для исправления и спасения человеческих жизней. Субтитры создавал DimaTorzok